Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Меня зовут Рик Реннер. Добро пожаловать. Я верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Божьего Слова. Это мое желание и моя молитва о вас. А сегодня мы познакомимся с посланием Иакова. Начиная с самой первой главы. Будем подробно разбирать различные стихи из первой главы послания Иакова. Будет интересно. Так что постарайтесь ничего не пропустить. Изучение любой книги лучше всего начинать с первого стиха. И сегодня мы его рассмотрим. Люди допускают большую ошибку, пропуская первый стих. Возможно, они считают его неважным и думают, что это просто предисловие. В то время, как первый стих послания Иакова переполнен духовными богатствами. Итак, давайте мы на него посмотрим. Здесь сказано, Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Вы скажете, ну и что я могу почерпнуть для себя из этого стиха? Оставайтесь с нами, потому что на самом деле очень многое. И для начала мы познакомимся с Иаковом. Кто такой Иаков? Иаков был единоутробным братом Иисуса. Дело в том, что у них с Иисусом была одна мама, но разные отцы. Отцом Иисуса был Бог, а отца Иакова звали Иосиф. Евангелие от Матфея 1.25 сообщает нам о том, что Иосиф не познал Марию до тех пор, пока она не родила своего первенца, которого они назвали Иисусом, после чего у них были нормальные супружеские отношения, и у них родились еще дети. И первым ребенком, который родился у них после рождения Иисуса, был тот самый Иаков, о котором мы читаем в первом стихе первой главы послания Иакова. Но нам доподлинно известно и о других братьях и сестрах Иисуса. Вы спросите, а откуда мне это известно? Потому что Библия сообщает нам. Вы знаете, Библия — это замечательная книга, которая сообщает нам множество разнообразной информации. А в Евангелии от Матфея 13.55 содержится упоминание о том, как звали братьев Иисуса. А всего их было четверо. Первого назвали Иаковом, затем родился Иосиф, очевидно названный в честь Иосифа. Следом — Симон, а за ним — Иуда. Но и это еще не все, потому что в 56 стихе говорится о том, что у Иисуса были сестры, причем не одна, а по меньшей мере две. Большинство теологов сходятся в том, что всего у Марии с Иосифом было семеро детей. Сначала Иисус, который был рожден сверхъестественно, а затем еще шестеро, рожденные естественным путем. А если вдуматься, то у них и вовсе уникальная семья, в которой мама — это Дева Мария. Ну и семейство. А первенец — это никто иной, как Бог во плоти. Затем Иаков, их второй сын, становится лидером Иерусалимской церкви. А четвертый сын — Иуда, тот самый, который написал послание Иуды. Вот почему оно начинается со слов «Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова». Итак, мы выяснили, что их первенец был самим Богом во плоти. Второй сын стал пастором Иерусалимской церкви. А четвертый сын — Иуда, написавший одноименное послание. Это была поистине уникальная семья. А в ранних источниках сообщается, что и остальные члены семьи были также задействованы в служении. В 13 и 14 стихе первой главы Деяний перечислены все те, кто находился в горнице в ожидании дня Пятидесятницы. 14 стих сообщает нам, что Мария находилась там вместе с братьями Иисуса. Получается, что Дева Мария и четверо братьев Иисуса были там накануне дня Пятидесятницы. А это значит, что Мария была Пятидесятником. Расскажите об этом своим друзьям-католикам, а также тем, кто испытывает затруднения с говорением на иных языках. Скажите им, что сама Дева Мария говорила на языках. Она была там в день Пятидесятницы. Мария и четверо братьев Иисуса. Между тем, Иаков уверовал в Иисуса только после Его воскресения. Ивангелие от Иоанна 7, 5 сообщает нам, что никто из его братьев не верил в Иисуса во время Его земного служения. Никто из них не верил в Иисуса. Более того, в одном из источников сообщается, что Иаков был оппонентом или противником Иисуса во время Его земного служения. Как можно, живя бок о бок самим Иисусом, быть Его противником? Представьте себе, что если бы Иисус, Бог во плоти, был вашим старшим братом, и за все время Его ни разу не ругали и не наказывали, но всегда ставили вам в пример, а вас постоянно сравнивали со старшим братом. Очевидно, что Иаков испытывал такую неприязнь к Иисусу, что во время Его земного служения был в числе Его противников. Вот почему, когда Иисус воскрес из мертвых, 1 Коринфянам 15, 7 сообщает нам, что первое, что Он сделал, это явился Иакову. Он открылся Иакову. В этот момент Иаков понял, что его брат был не просто хорошим человеком, но воистину он был Богом во плоти. Иаков стал настолько ревностным последователем Христа, что начал стремительно продвигаться по служебной лестнице, пока не стал пастором Иерусалимской церкви. В 15 главе Деяний содержится подробный рассказ о посещении Павлом и Варнавой Иерусалимской церкви. Они начали рассказывать тамошним лидерам и апостолам о том, что Бог делает среди язычников, и что иудейские лидеры не знают, как им быть с теми язычниками, которые обращаются ко Христу. И именно Иаков был тем человеком, который помог устранить разногласия и сказал, «Вот как нам следует поступить. Вот что мы сделаем. Тот самый Иаков, брат Иисуса». Затем это Галатам 1.19. Апостол Павел говорит нам, что когда он впервые посетил Иерусалим после своего обращения, он не видел никого, кроме Петра Иакова, которого он называет братом Господним. Павел говорит нам, что это не какой-то другой Иаков, но что это был тот самый Иаков, брат Господень. Признаться, мне очень нравится вся эта история о Иакове, потому что это пример того, как Бог избирает всю семью. Бог избрал Марию. А впрочем, Он избрал и Иосифа. Он неспроста поставил Иосифа быть на страже своей семьи. Иосиф был духовным человеком. Он услышал, как ангел говорит с ним. Бог мог общаться с ним во сне. И Мария, и Иосиф были духовными людьми. И мы видим Божье призвание не только на Иисусе, но также на Иакове, на его братьях, на его братья Иуде. Нам известно, что его сёстры также были в служении. И все они были там в день Пятидесятницы. Это было Божье призвание, которое затронуло всю семью. Бог избирает семьи. Семьи. Когда я смотрю на свою семью, я вижу Божье призвание не только на нас с Денис, но также на наших детях, на их жёнах и даже на наших внуках. Бог призывает целые семьи. И это не ново. С начала времён Бог призывает семьи, начиная со времён Ноя. Бог призвал не только Ноя, но и его семью. И вместе они повиновались Богу. Давайте вспомним, как Бог призвал Авраама и Сару. Он призвал Авраама, после чего Божье призвание распространилось на Сару, а затем и на Исаака. А что насчёт Божьего призвания, которое было на Исааке и на его семье? Или того призвания, которое было на Иакове и на всех его сыновьях? А что насчёт Моисея и его призвания? Между прочим, всё началось вовсе не с Моисея. Одиннадцатая глава евреям сообщает нам, что родители Моисея поняли, что он был особенным ребёнком и спрятали его от фараона, чтобы ему не погибнуть вместе с другими еврейскими детьми. Вы только представьте себе, что если бы кто-нибудь узнал о том, что они делают, они могли бы погибнуть. Но Бог сказал родителям Моисея, что это особенный ребёнок, и они спрятали его. Моисей был призван Богом. Мириам, сестра Моисея, была призвана Богом, а Аарон, брат Моисея, был призван Богом. Вся семья была отделена и призвана Богом. И подобных примеров множество по всему Ветхому Завету. Кто-то может сказать, «Да, хорошо, но это Ветхий Завет. А что насчёт Нового Завета? Пожалуй, самый лучший пример — это семья Марии и Иосифа. Божье призвание было на всей семье. Но ведь есть ещё и другие примеры. Например, Иаков и Иоанн, сыновья Заведеевы, которых Иисус призвал к апостольству. Оба брата были призваны в служение. Это был семейный подряд. А ещё вы наверняка слышали о Варнаве, который путешествовал с апостолом Павлом. У него была сестра, которая жила в Иерусалиме. В её доме была большая комната, где разворачивались события, произошедшие в день Пятидесятницы. Когда верующие собрались вместе накануне Дня Пятидесятницы, им нужно было место. А куда они пошли? Они отправились в жилище, в ту самую комнату, принадлежащую сестре Варнавы, у которой был сын по имени Иоанн Марк. Тот самый Иоанн Марк, который написал «Евангелие от Марка» под диктовку апостола Петра. Итак, мы видим, что Варнава был призван. Его сестра была призвана. Иоанн Марк был призван. Но и это ещё не всё. У апостола Павла также были родственники, которые были призваны в служение. Павел был призван к апостольству, но он был не единственным апостолом в своей семье. В послании к римлянам 16.7 Павел пишет о двух своих родственниках, бывших апостолами во Христе, прежде чем он сам стал апостолом. Их звали Андроник и Юния. Он говорит о них как о прославившихся между апостолами и прежде меня, ещё уверовавших во Христа. Мы видим, что апостольское призвание было не только на Павле, но и на многочисленных членах его семьи. А как насчёт Тимофея? Во втором Тимофея мы читаем, что его мама и бабушка были верующими. Нам известно, что их звали Лаида и Евника. Это была широко известная семья служителей. Мне кажется, что это очень важно. Вы наверняка молитесь за свои семьи. На основании вышесказанного очевидно, что Бог призвал не только вас, но и всю вашу семью. Во всех этих случаях есть кое-что интересное. В каждом конкретном случае находился кто-то один, кто пережил встречу с Богом. Например, Ной встретился с Богом, в результате чего за ним последовала вся его семья. Авраам повстречался с Богом, и вся его семья последовала за ним. После того, как Исаак и Аков повстречались с Богом, преображение коснулось их семей и побудило их последовать за ними. То же самое и с Моисеем. Когда мы читаем историю сыновей Зеведеевых, они пережили встречу со Христом. Очевидно, что Варнава пережил переломную встречу с Иисусом. Или он, или его сестра, мы точно не знаем, кто раньше. После чего весь мир узнал Иоанна Марка. Ну и, конечно, апостол Павел, родственник Андроника и Юнии. Мы не знаем, как их обращение сказалось на Павле, но очевидно, что это не прошло бесследно. И снова мы видим, как кто-то один влечет за собой остальных. То же самое с Тимофеем, с его мамой и бабушкой. Кто-то из них первым пришел к Господу. И это было настолько яркое и драматичное событие, что это вовлекло всю семью. Я хочу сказать, что, возможно, ваши дети еще не пережили свою встречу с Господом и не живут в Божьем призвании так, как бы вам этого хотелось. Но если Бог своей крепкой рукой совершает свою работу в вашей жизни, это неминуемо отразится на ваших детях. Я размышлял о тех словах, которые Павел сказал темничному стражу в Деяниях 16.31. Здесь сказано, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Это не значит, что если вы получили спасение, то они автоматически становятся христианами. Но это служит гарантией того, что если вы уверуете в Господа Иисуса Христа, то спасется и весь дом ваш. Наступит день, когда спасение распространится на всех ваших домашних, на всю семью. В имени Иакова содержится большой объем информации. Я надеюсь, что вы уже знали что-то новое из Божьего Слова. А еще что нам известно о Иакове? Благодаря ранним христианским авторам, которые записывали историю. Слава Богу, запишущих людей. Благодаря им нам многое известно Иакове, потому что они записали многие подробности его жизни, вплоть до физического строения его тела, и даже упомянули о его коленях, которые напоминали колени верблюда. Колени верблюда покрыты грубой кожей. Так вот, колени Иакова были похожи на колени верблюда, из-за того, что он много часов провел на коленях, в молитве перед тем, кого прежде считал лишь своим братом. Но после он пришел к осознанию, что он был Богом воплоти. Он провел столько часов в молитве, что его колени стали походить на колени верблюда. Ранние христианские авторы сообщают нам детали его смерти. Сообщается, что иудейские лидеры в Иерусалиме из числа необращенных в христианство были крайне недовольны Иаковым, потому что он был лидером христианской общины. И многие люди обращались ко Христу. Ко Христу обращалось так много людей, что они были обеспокоены тем, что иудаизм прекратит свое существование. Так вот, они пришли к Иакову и сказали, «Иаков, нас удручает то, что происходит. Нам известно, да, и ты об этом знаешь, что твой брат на самом деле не был Христом. Ты должен нам помочь. Мы хотим, чтобы ты отправился на крышу храма, а мы пойдем с тобой и поддержим тебя». И стоя на крыше храма, мы обратимся к жителям Иерусалима, и с этого возвышенного и величественного места ты должен будешь заявить, что Иисус был обманщиком. А знаете, что еще я заметил? Дьявол снова и снова повторяет одно и то же. «Вспомните искушение Христа в пустыне». Куда дьявол повел Иисуса? На крыло храма. То же самое место, где дьявол искушал Иисуса, это то же самое место, куда эти юдейские лидеры привели его брата. История гласит, что когда Иаков поднялся на крыло храма, а люди столпились внизу и ждали, что он скажет. Но вместо того, чтобы отречься от Христа, он сказал, «Сей Иисус восседает на небе одесную Бога и придет на облаках небесных». А поскольку эти юдейские лидеры находились рядом с ним, на первый взгляд могло показаться, что они собираются публично заявить о своей вере. По сути, Иаков воспользовался моментом, но религиозные лидеры пришли в ярость и столкнули его с крыши храма. Он упал, но выжил и молился за своих гонителей. История гласит, что они добили его, размозжив ему голову, и убили, в то время как он молился за своих гонителей. Это то, что мы о нем знаем. Заметьте, как Иаков отзывается о себе в первом стихе. Он говорит, «Иаков — раб Бога и Господа Иисуса Христа». Где слово «раб» — это греческое слово «дулос». Это очень специфический термин, который широко применялся в первом столетии. Он описывает раба, который безраздельно принадлежит своему Господину. Он ничего не может сделать по собственной воле, беспрекословно исполняя волю того, кому он принадлежит. Он мог бы сказать о себе, что он тот самый Иаков, брат Иисуса. Он мог бы на этом сыграть, но он этого не сделал. Вместо этого он говорит, «Я раб». Это слово «дулос». То же самое слово, которое используется на протяжении всего Нового Завета и которое описывает каждого из нас, всех тех, кто принадлежит Иисусу Христу. Это значит, что мы подчинены Ему. Отныне мы не принадлежим себе, но живем для того, чтобы исполнять волю искупившего нас Христа. И Иаков говорит, «Я человек подневольный и живу с единственной целью — исполнить волю Бога». А далее он говорит, «И Господа Иисуса Христа». Если вы делаете заметки, то вы можете это записать. «Господа Иисуса Христа». Оставайтесь со мной. Послание Иакова — это старейшее послание Нового Завета. Оно старше любой другой книги Нового Завета. И хотя оно стоит не в начале Нового Завета, известно, что оно было написано даже раньше любого из Евангелий. Так что послание Иакова можно отнести к раннехристианским источникам. А в послании Иакова 1.1 Иисус впервые в литературе назван Господом Иисусом Христом. И это впервые встречается в письменной форме. Но почему, говоря об Иисусе, Иаков использует эту вербальную формулу «Господь Иисус Христос». Мы постоянно употребляем это выражение, не задумываясь о том, что это значит. Но в этом есть глубокий смысл. Слово «Господь» — это греческое слово «куриос». А слово «куриос» или «Господь» — это то же самое слово, которое используется в септуагинте. Септуагинта — это греческая версия Ветхого Завета. Но в Ветхом Завете слово «куриос» переведено как «иегова». Иегова. И Иаков это знал, потому что септуагинта широко использовалась среди еврейского населения. Называя Иисуса Господом и употребив греческое слово «куриос», он утверждает, что Иисус — это Иегова, что Он и есть Иегова. Но затем он называет Его Христом. «Христос» — это греческое слово, эквивалент слова «мессия». Оно описывает того, кто помазан, и переводится как «мессия», «помазанник». Называя Его Господом и Христом, Иаков сообщает своим читателям, «нам с вами», что человек по имени Иисус был Иеговой во плоти, новозаветным мессией, помазанником, что Он — Господь Иисус Христос. И всякий раз, когда мы употребляем это выражение, мы утверждаем эту истину. Вот почему так важно, чтобы мы знали и понимали, что мы говорим. В этих словах Господь Иисус Христос сокрыт глубокий смысл. Но затем Иаков сообщает нам, к кому он обращается. Он говорит, «Иаков — раб Бога и Господа Иисуса Христа двенадцати коленом, находящимся в рассеянии. Радоваться». Где? В рассеянии. Это греческое слово «диаспория». Описывает способ разбрасывания семян. В первом веке существовало два способа разбрасывания семян. Вы могли скрупулезно, аккуратно, методично, с математической точностью сеять одно семя за другим, и они также аккуратно прорастали. Либо вы могли, диаспория, взять горсть семян, разбросать, вновь засунуть руку, взять горсть, и в случайном порядке разбросать их по всему полю. Здесь используется то же самое слово «диаспория», переведенное как «в рассеянии». И вот о чем это нам говорит. Иаков обращается к верующим иудеям, которые оказались оторваны от своих домов. Их прогнали с насиженных мест, нарушив заведенный порядок. И они оказались буквально разбросаны по всем восточным территориям Римской империи. А причиной столь бесцеремонного и внезапного вмешательства стали гонения, которые обрушились на церковь, о начале которых мы читаем в Деяниях 8.1. В Деяниях 8.1 Библия говорит следующее. «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись». Итак, мы видим, что, во-первых, произошло великое гонение, начавшееся с того, что Стефана побили камнями. Это описано в 7 главе Деяний. И с этого времени здесь греческое выражение «в тот день начались великие гонения на церковь в Иерусалиме», где слово «великие» — это слово «мега», описывающее нечто чудовищное, невероятное. А слово «гонение» — это производное от слова «диоко», что значит «охотиться». А вместе это означает, что началась большая охота. Они охотились за верующими. Точно так же, как охотник идет по следам зверя, выслеживая его по запаху. Эти реагиозные лидеры в Иерусалиме со стервенением обрушились на церковь и начали охотиться за верующими. Они шли по их следам, выслеживая их повсюду. Начавшаяся охота на церковь была настолько безжалостной, что верующие рассеялись кто куда, опасаясь за свою жизнь, кроме апостолов и нескольких лидеров, которые оставались в Иерусалиме. Итак, эти верующие были рассеяны по всем восточным территориям Римской империи. Это иудеи-христиане. Кто-то может сказать, что здесь имеются в виду евреи, рассеянные по всей Римской империи и ее восточным землям на протяжении многих веков. И, конечно, нам хорошо известно о тех евреях, которые томились в Вавилонском плену и которые убегали от гонений. Но в данном случае речь не о них. Он обращается к верующим иудеям, которые пострадали за свою веру. Они поплатились за свою веру в Господа Иисуса Христа. И теперь, со всех восточных окраин Римской империи, они пишут письма пастору Иакову, говоря, «Пастор Иаков, что с нами стало? Мы приняли Евангелие как благую весть и надеялись, что оно принесет нам достаток. А вместо этого мы все потеряли. Мы думали, что Евангелие принесет нам исцеление. А вместо этого терпим побои. Мы думали, что Евангелие станет спасительным для наших семей. А сейчас мы в рассеянии и даже не знаем, где искать наших близких. Иаков, что с нами стало? За что нам все это? А главное, неужели Бог допустил, чтобы все эти несчастья произошли с нами? Хороший вопрос. Вы скажете, «Рик, откуда тебе знать, что они задавались этим вопросом? Откуда ты это знаешь? Из Библии?» Я же говорил, что анонс сообщает нам много полезной информации. Иакова 1, 13. Об этом мы поговорим в следующий раз. А пока что вот вам анонс. Здесь сказано, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом, и Сам не искушает никого». То есть Иаков буквально цитирует их письмо. Они говорят, «Иаков, скажи, это Бог так с нами обошелся? Это Он своей суверенной властью позволил, чтобы все эти несчастья обрушились на нас?» На что Иаков отвечает, «Я понимаю, что вы хотите этим сказать, но вы не правы. Никогда так больше не говорите». В этой фразе используется двойное отрицание. Это форма, которая используется для усиления отрицания. Иаков пишет, «И пусть никто не говорит «нет, никто». Это был бы наиболее удачный перевод. Это самый строгий запрет, который только может быть наложен. «А в искушении пусть никто из вас не говорит «нет, никто», где слово «искушение» означает быть сокрушенным или раздавленным, и описывает то, что пережили эти верующие. На их долю выпали тяжелые испытания. Иаков пишет, «И даже когда все вокруг рушится и превращается в руины, не говорите, что я был сокрушен и раздавлен Богом». Вот это да! «Жду не дождусь, когда выйдет следующая программа, в которой вы узнаете, что значит «Богом». Там столько интересного, что хватит на целую программу. Но об этом в следующий раз. Я надеюсь, что сегодня вы узнали что-то новое из Божьего Слова. Бог желает призвать вашу семью. Он хочет, чтобы мы понимали, что мы говорим, когда называем Иисуса «Господь Иисус Христос». И Он хочет, чтобы мы знали, что Он не является источником тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Бог за нас, а не против. Я думаю о тех из вас, кто переживает трудные времена. Возможно, вам нужна молитва. Если вам нужна молитва, наш молитвенный отдел с радостью помолится за вас. Мы действительно молимся за вас. И когда я говорю, что мы будем молиться, значит, мы будем молиться. И если у вас есть молитвенная нужда, и вы хотите, чтобы кто-то помолился за вас, воспользуйтесь информацией на экране. И мы сразу же начнем молиться за вас. И обратите внимание на наше специальное предложение. Спасибо, что были с нами. Это замечательно. И помните, Экклесиаста 8.4, где сказано, «Где Слово Царя, там власть». И пусть Божье Слово прольет свою божественную силу в вашу жизнь сегодня. У меня есть электронная книга «Если вас преследуют неудачи». Время от времени мы все сталкиваемся с трудностями. Они — неотъемлемая часть жизни. Это вовсе не означает, что вы делаете что-то неправильное. Наоборот, это может означать, что вы делаете что-то правильное, и поэтому дьявол преследует вас. Что вам делать, когда у вас появились трудности? Какой шаг вам следует предпринять, чтобы пережить это трудное время? В своей книге я излагаю все это для вас. Эта книга станет для вас благословением. К тому же она бесплатная. Чтобы получить ее, вам нужно лишь зайти на сайт ignc.org и скачать ее, и она тут же появится на вашем устройстве. Так что заходите туда прямо сейчас, скачивайте. Я верю, в этой книге вы найдете ответы для себя. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова